При неблагоприятном развитии ситуации, которая может возникнуть из-за повреждений или размыва земляных плотин на протяжке Филипповки, подъема уровня воды в Сатисе, появится опасность подтопления городских территорий общей площадью 3,5 квадратных километра. В зону весеннего паводка могут попасть до 350 человек и несколько городских организаций. А также участки улиц Димитрово, участок дороги номер 123, участок южного проезда, участок дороги на КВП-1. При аварийной ситуации или при прохождении паводковых вод через городской ГТС в зону подтопления попадут участки садоводческого товарищества имени Гагарина и частично очистные сооружения горводоканала. Чтобы избежать затопления городских территорий и для ликвидации возможных последствий в городе создана противопаводковая комиссия. Особенность мероприятий по обеспечению безопасного пропуска висяния в половодье 2019 года является то, что сменилась организация обслуживания гидротехнические сооружения города. За содержание гидротехнических сооружений в 2019 году отвечает муниципальное унитарное предприятие ДЭП. Специалисты ДЭП обязаны подготовить городские гидротехнические сооружения к паводковому периоду. С 25 марта специалисты не реже двух раз в сутки будут контролировать уровень воды в реках и озерах и сообщать данные в единую диспетчерскую службу. В обязанности ДЭПа входит и контроль за состоянием снежного покрова и толщиной льда на водоемах. Толщина льда в районе постов ГТС на реке Сатис 27 сантиметров, на озере Протяжном 37 сантиметров. Это мы меряем по краю. Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили необходимость информирования жителей домов, попадающих в зону подтопления, о правилах поведения при весеннем паводке. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.